Меня зовут Жуна Суверизира, я проходила стажировку две недели в национальном офисе МИСК. Честно говоря, программа была насыщенная. Обычно стажировка подразумевается ксерокопирование, принеси, подай. Здесь оказалась такая программа, которая в принципе очень сильно пригодится нам в будущем. За две недели мы поучаствовали во многих мероприятиях, начиная от семинаров, интервью, мастер-классов до проекта, который мы создали сами, так скажем, с поддержкой МИСК. Сегодня у нас проходит «Живая библиотека». Это проект очень интересный и будет проходить впервые вообще в Казахстане. Ну, что касается меня лично, я научилась, конечно же, во-первых, журналисткой деятельности. То есть Ирина Митникова учила нас писать статьи, заметки, как освещать социальных сетях. Это очень тоже важный момент. Второе. Мы также наладили связи с НПО города Алматы. Дело в том, что мы приехали с регионов, и поэтому у нас было свое видение. Ну, и самое главное, я считаю, у нас перевернулось сознание того, что на самом деле, если мы захотим, то мы можем многое что сделать. И сделать это в таком необычном формате. К примеру, вот проект «Живая библиотека». Он действительно такой нестандартный, необычный. И изо дня в день происходил такой переворот сознания, когда мы особенно встречались с людьми, участвовали в семинарах, проводили интервью. Мы видели другую сторону нашего общества и невольно приходили к мысли, что у нас оказывается такое активное общество, у которого, наоборот, надо тоже учиться. Особенно у таких ярких личностей, как Дувалов. Потом мы встречались с общественными и инициативными группами «Коммансенс» и «Кокжа-Лял». Затем мы посетили Казахстанское бюро по правам человека. Также участвовали в семинарии ЮНЕСКО, в семинариях ОБСЕ. Поэтому, конечно, масса не только эмоций, но и очень много положительного. Вообще, хотели бы сказать спасибо за идею. За две недели мы получили огромный багаж знаний, умений, навыков, которые мы сможем в будущем реализовать. И в планах после нашего приезда уже в регионы мы планируем провести, ну дай Бог, в феврале такую же живую библиотеку, как проходит сейчас в городе Алматы. И надеемся, что в будущем мы для нашей организации, для меня лично, мы поднялись на одну ступеньку выше. И, соответственно, вот этот опыт в будущем, на мой взгляд, он даст определенные результаты. И мы уже знаем, что у нас есть друзья в городе Алматы. И, конечно же, мы постоянно контакты, связи будем держать. Огромное спасибо организаторам Freedom House. Отдельное спасибо, конечно, ЮНЕСКО, Ирине Медниковой, которая приготовила такую необычную программу. И, конечно же, я думаю, мы еще перевариваем информацию, которую мы получили. И, конечно, постараемся еще более детально ее осветить в отчете, потому что сейчас все вот так вот вместе. Даже не верится, что уже все это завершается. Поэтому, знаете, это, наверное, счастливый момент в жизни, когда стажируешься в такой крупной организации. И понимаешь, что на самом деле несколько человек, они могут сделать очень многое. И мы изнутри увидели, как работает МИСК. Для нас это было очень важно, потому что МИСК – это крупная молодежная организация. И все оказалось очень просто. Мы предполагали, здесь будут какие-то трудности, что-то как стандартно в обычной стажировке. Но здесь к нам был такой подход индивидуальный. Нас направляли, нам помогали, давали инициативу. И мы думаем, что все-таки в будущем это нам очень сильно пригодится. И все знания, умения, навыки мы везем обязательно в регионы. И постараемся тоже вокруг себя сплотить команду. И дальше реализовывать проекты именно креативные, в необычном формате. В принципе, все. Спасибо большое.